Четверть века в творчестве и вот она, первая персональная выставка в родном и милом сердцу Одинцова. На открытии близкие, друзья, соратники, те, кто поддерживал и вдохновлял. Наталья Евсеева, больше известная как педагог, при этом восхитительный живописец, с недавних пор член Союза художников Подмосковья, представила на суд зрителя более 40 работ. Персональная выставка это, в общем-то, подведение какого-то такого определенного итога в творчестве художника. Это возможность увидеть себя со стороны и какие-то построить на будущее планы. Персональная выставка – мечта каждого художника. В Одинцова нет картины галереи, поэтому живописцы рады любой возможности показать свои работы. У Натальи Евсеевой они органично вписались в интерьер культурно-спортивного центра «Мечта», где художница уже год преподает. Я начала писать очень давно, лет 25 назад. И действительно здесь есть работы разного периода, и мне хотелось все их показать, потому что высвечивается то, что я не отхожу от своего пути, видно. То есть одна цветовая гамма, одни, в общем-то, те же сюжеты, но тем не менее я как художник вижу, что происходят какие-то изменения в моем творчестве. На выставке картины разных лет. Самое раннее – это, созданное в 92-м году. Яркие краски, широкие мазки, восточный пейзаж написан по воспоминаниям из поездки в Калининград. Я проезжала на машине и видела такие домики с красными крышами, какие-то поля скошенные. Вот по этим эмоциям вот получилось яркое, жаркое солнце почему-то было. Это вот по мотивам такого вот получился почему-то восточный пейзаж. Такая работа, экспрессивная. Живое и отчасти наивное мироощущение, яркие образы и при этом нежное откровение. Живопись Натальи Евсеевой – это всегда профессионально, интересно и душевно. Будь то птица, парящая над Барселоной или уютная волхонка, в каждой работе особое настроение, полное надежды, тихой житейской радости. Отдельная глава в творчестве мастера – цикл о прекрасных дамах. Их мир – это ворох мыслей, уютно расположившихся в домах сказочного городка. Дамы зачаровывают своей томностью, а иногда могут запутать создателя, почти как в жизни. Картина называется «Спокойствие» или «Размышление». Не помню, как она. Называется «Ранняя весна». Прошу прощения. В этом вся Наталья, парящая над миром в облаке мыслей и чувств. На первую персональную выставку художница отобрала несколько работ своих учеников. Хотела бы обратить ваше внимание на эту работу. Это работа «Вольная копия» Франциска Гои. «Мальчик с птичкой» называется, по-моему. То есть я хочу сказать, что мы, предположим, с детьми, прежде чем начать эту работу, я им рассказываю про художника, показываю им работу художника, рассказываю про основные направления в творчестве, объясняю цвет. А потом, в общем-то, мы рисуем такую работу. Выставка Натальи Евсеевой «Путь к мечте» продлится до середины марта. Она открыта для всех желающих приобщиться к прекрасному, поразмыслить или просто порадоваться, что рядом с нами живут живописцы, открывающие такой особый взгляд на мир. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».